добрый вечер зовут меня светлана я социолог и сегодня мы с вами поговорим о выживании но как раз таки с позицией социальной науки и поговорим о выживании не просто в целом выживание таких групп специфических достаточно как футбольные фанаты для начала попытаемся ответить на вопрос кто же такие на самом деле футбольные фанаты потому что их сейчас о них говорят достаточно много но восприятие их все равно остается специфическим хотя мы должны принять во внимание то что в принципе у нас сейчас создается в обществе достаточно удачная атмосфера для того чтобы развивались разные социальные движения социальные группы для того чтобы защищать определенные интересы людей в том числе в около спортивной и около футбольной субкультуре и так собственно фанат на то есть они у нас вот тут вот на этой очень запутанной схеме то есть у нас есть определенная плоскость болельщиков то есть болельщики это те люди которые в целом увлекаются футболом они смотрят они ходят на стадион время от времени либо ходят принципе все время то есть это наиболее общая категория можно сказать объединенная исключительно интересом то есть эти люди не обязаны жить футболом они просто интересуются у нас есть фан-клуб фан-клуб это определенная конкретная структура то есть она формально это формальная организация принадлежит она скорее всего футбольному клубу то есть она организована не со стороны она имеет четкую структуру фиксированное членство и так далее дальше у нас идут собственно фанаты фанаты это активная часть болельщиков то есть для того чтобы быть футбольным фанатом выделяется несколько критериев во-первых вы должны быть носителем фанатской культуры то есть вы должны считать себя фанатом в первую очередь то есть вы должны самоидентифицировать себя через через то что вы принадлежите к этой категории людей все должны быть соответственно и атрибуты вы в принципе заявляете при этом когда представляетесь есть ультрас ультрас можно рассматривать больше как движение потому что они являются наиболее активной частью фанатов то есть это те фанаты то есть если фанат он как бы если мы будем в этой классификации их рассматривать опять же носители культуры и это те люди которые должны быть на стадионе во время домашних матчев и желательно откатывать хотя бы один выезд то есть ездить командой куда-то в другой город ультрасы же это те фанаты которые постоянно включены в эту деятельность то есть я могу быть фанатом я могу посещать я мог быть носителем субкультуры но в целом свою жизнь полностью не посвящать участвовать не во всех мероприятиях которые проводят фанаты ультрасы же участвуют везде причем эти акции не обязательно связаны именно с культурой боления сейчас мы видим как ультрасы например участвует благотворительной деятельности то есть они собирают деньги например для детей онкобольных детей почему бы и нет проводят много разных других акций но есть еще у нас хулиганы хулиганы это та категория которые наиболее часто ассоциируют со всеми футбольными фанатами то есть это источник разрушений не знаю это что-то типа не мирных ядерных взрывов на фоне всех остальных эти же эта категория она немножко отличается в зависимости от страны где мы встречаем эти хулиганы то есть скорее всего они даже на футбольный стадион не ходят а зачем то есть если мы возьмем английскую культуру которая пабо-центричная хулиганов скорее мы встретим там а фанатов мы встретим как раз таки на футбольном поле сейчас мы с вами немножко развлечемся ну вот тут вы послушали кто такие фанаты вот сможете ли вы определить фанат это фанаты или нет это на самом деле это футбольные фанаты одесский место даже где-то есть немножко да мы видим здесь правую диалоги но не без этого это да да вот милицкий это тоже это наши фанаты этот милый дядечка да это на самом деле это супер фанат да это это супер фанат такое явление достаточно редко на самом деле встречается но так на настолько афишировано у него известен он нам как парамон то есть он на самом деле уже на протяжении 30 лет ездит постоянно с динамо причем сам клуб узнал о том что он существует то есть есть такой вот очень милый и веселый веселый персонаж но здесь он правда с розочкой шарфиком сокола но сокол он тоже это хоккейный клуб киевский и они стали его возить вместе с собой но ему даже разрешили на самом деле находиться вместе с тренерами но тоже до определенного момента пока он немножечко не выделился скажем так и не пнул судью фанаты люди непредсказуемые веселые так что вот фанаты нет на самом деле это кадр из фильма а называется он фабрика футбола здесь принципе представлены вот эти самые фанаты хулиганы на самом деле одни там на не на одном матче так и не побывали за весь фильм в принципе зачем но здесь интересная фигура вот этого вот человека это актер английский дэнни дайер который который можно встретить в нескольких фильмов про футбольных фанатов вообще в целом но его фанаты вообще всего мира настолько приняли вот как своего то него посмотрите наш человек что на самом деле очень очень дорогого стоит потому что в основном фанатские группы особенно хулиганские не закрыты то есть к ним попасть очень сложно что он поучаствовал в роли ведущего в цикле документальных передач по поводу футбольных фанатов всего мира то есть он ездил там много стран он их интервьюировал очень много интересной информации по поводу это 2006 года вот этот цикл передач вот этот милый мужчина в очках такой приличный почти кто-то из вас видел может слышал фильм хулиганы зеленой улицы вот есть да это на самом деле человек который написал сценарий к нему зовут его дуги бримса на самом деле он автор многих книг по фанатской тематике первой книги он писал со своим братом и у них есть помимо художественной литературы есть такая тоже художественная книжка так она называется фанаты но в английском переводе то есть там путешествие шествия футбольных фанатов в воле хулиганов и прошу прощения где он описывает тоже делать кросс-культурный анализ то есть он описывает фанатов разных стран также является ну точно активным болельщикам скажем так вот это такая неожиданная фотография здесь это скажем так патриотический патриотическое мероприятие концерт то есть мы видим тут принципе символику связано вот этот человек в принципе является сейчас ключевой фигурой фанатского движения динамо киев то есть там них есть движение называется white boys club вбц вот он принципе сейчас стоит во главе этого движения помимо этого ребята также проводили например акции в школах по борьбе с вредными привычками на самом деле на секторе фанатском динамо киев не пить не курить ничего такого нельзя то есть тебя сами же фанаты выведут что тоже является немножко развенчанием стереотипов вот эти ребята кто все эти люди почти а это вот эти молодые ребята это представители ультра ну ну это достаточно старая фотография севастопольского клуба надо на фк севастополь то есть это один из тех видов деятельности которыми фанаты тоже занимаются то есть это добровольно абсолютно они пришли почистили территорию и так у нас есть помимо всего того что фанаты у нас существует как таковы у нас есть футбольные клубы то есть динамо очень все просто то есть есть фанаты большое движение под влиянием разных социальных процессов движение растет но есть такая проблема когда фанаты прекращают существовать либо наоборот остаются что они принципе проблемы конечно же не является она проблема здесь является то что прекращает существовать сам футбольный клуб но на удивление фанаты остаются то есть они действительно есть в В социальном пространстве города мы можем наблюдать разное количество визуальных маркеров, то есть, что они действительно есть. Как же это происходит? В первую очередь важно отметить то, что фундаментальной целью, в принципе, любой социальной группы является выживание. И здесь у нас есть борьба. Выживание у нас противоставляется процессам деструктивным. То есть, они являются процессами двух типов. Во-первых, это те процессы, которые влияют на фанатские группы извне. То есть, в основном, это то социальное окружение, в котором они находятся. То есть, те социокультурные условия, в которых функционируют эти группы. И деструкция внутренняя. Внутренняя же деструкция будет больше связана с такой составляющей деятельности, в принципе, тоже любой социальной группы, как внутренние связи. То есть, чем больше будут сильнее внутренние связи, самоидентификация себя с группой, в которую вы входите, тем меньше деструктивных процессов внутренних будет происходить в самой группе. Но опять же, у нас есть внешний фактор. Возьмем это за основу пока. Это отсутствие, собственно, организационного центра, отсутствие футбольного клуба. Как же можно объяснить, как выживают фанаты без футбольного клуба, собственно? Сейчас мы с вами сконцентрируемся на теории Эрика Берна. Вам он, скорее всего, известен по играм, в которые играют люди, люди, которые играют игры и так далее. Здесь нас интересует его работа «Лидеры группы». В ней он представляет несколько типов выживания. В принципе, выживание социальной группы. Это идеологическое, физическое и эффективное. Идеологическое выживание включает в себя выживание социальной группы в сознании людей. То есть, если физически организационная структура не сохраняется, то сила внутренних вот этих связей, это ингрупповая динамика группы, она настолько сильна, что группа может существовать далее. Есть физическое выживание. Это тогда, когда остается вот эта организационная структура. То есть, мы можем проследить те кластеры, которые отвечают за определенные сегменты функционирования группы. И эффективно. Эффективно оно может включать оба этих выживания. Но оно определяется тем, насколько быстро может мобилизироваться группа. И насколько эффективно эта группа может действовать. Что здесь имеется в виду? Что, например, в отсутствии клуба фанаты продолжают действовать. То есть, например, мы возьмем фанатов Винницких, Винницкой Нивы. Ребята организовали целое движение по восстановлению клуба. То есть, их внутренняя идентификация, их инкрупповой фаворитивизм. То есть, это выставление целей группы выше своих. Было настолько сильно, что ребята организовали движение. В течение нескольких лет смогли вернуть себе этот клуб. Что же касается механизмов здесь. Здесь механизмы, немножко мы отходим от Берна, они ближе к структурному функционализму. Это те механизмы, которые способствуют. То есть, у нас есть, для того, чтобы мы сохранили вот это идеологическое и физическое существование, выживание этой группы, перевели его в степень эффективного, мы должны, как бы, использовать эти механизмы. В первую очередь, механизм социализации, инкультурации. То есть, это то, что определяет, по сути, взаимодействие индивидов внутри этой группы. То есть, они являются носителями определенной субкультуры. Они наделяют себя, и они, как бы, инкорпорируют ценности, нормы вот этой вот группы. То есть, соответственно, футбольных фанатов. И, опять же, они восстанавливают свой, можно сказать, внутренний кодекс. То есть, он может быть фиксированный, но, скорее, если группы эти не являются организациями, неорганизационными структурами, он есть неформальный. И, опять же, характер вот этих неформальных связей, вот здесь вот на уровне социализации, как бы, будет проявлять себя. Механизм социальной интеграции. То есть, это те механизмы адаптации инноваций, которые обеспечивают взаимодействие индивидов, и социальной группы. То есть, насколько они переходят вот в степень более высокого уровня коммуникации. И последний, это механизм социокультурной регуляции. То есть, это уже сама группа, она взаимодействует с обществом в целом. То есть, она является частью принятой культуры. То есть, на уровне субкультуры иногда это относит к контркультурам, но здесь вопросы спорные, потому что, как сказал один из достаточно известных рок-музыкантов, Игги Поп, он сказал, что я не люблю контркультуры, потому что каждая контркультура становится субкультурой, частью культуры так или иначе. И немножко примеров. То есть, это наша фабрика футбола. То есть, наша фабрика около футбола. То есть, это две наиболее, наверное, близкие нам, ну, чисто территориально даже. Представь, как бы, это наши фанаты Подольки. Это Нива, о которой я уже сегодня говорила. Фанаты ФК Пудиля, они прекратили свое существование в 13-м году, если я не ошибаюсь. И в 2016-м они, в принципе, смогли восстановить свое существование. Очень даже продуктивно. То есть, клуб вернулся. И здесь вообще стоял вопрос конкретно, что Хмельницкий, как таковой, должен иметь свой профессиональный клуб. То есть, у нас стоит стадион, мы должны на нем играть. И, в принципе, общими усилиями это все произошло. Какие же есть визуальные маркеры, про которые я говорила? То есть, именно вот это идеологическое выживание. То есть, вот это все, что вот вы здесь видите, то есть, это трафареты, это надписи на стенах, это стикеры, это там, где мы встречаем, собственно, опять же, визуальные маркеры остаются везде. Как в плоскости города, да, в социальном пространстве города, так и в социальном пространстве всей Украины. Это все, что появлялось вот как раз-таки в промежуток от 13-го до 16-го годов. Спасибо. Да, на правах рекламы, то есть. Немножко визуальных маркеров. Вопрос заключается в следующем. Как знание о том, как выживают фанатские группы, может нам помочь понять другие социальные группы? Ну, фанатские группы, в принципе, являются достаточно специфическими. Во-первых, знание о том, как они выживают, в отрыве от, в принципе, их конкретного существования, это, ну, дает нам знание о том, что у нас могут быть разработаны способы социального контроля. То есть фанаты не всегда контролируемые настолько, чтобы им можно было бы полностью, конечно, довериться и сказать, давайте, ребята. То есть здесь были представлены достаточно позитивные примеры, все-таки есть фанаты, которые являются не, являются деструктивными элементами. То есть, опять же, формы социального контроля, то есть контроль над социальной группой, которая нестабильна достаточно. Это раз. Во-второе, это те группы, которые обладают огромным социальным потенциалом. То есть это те группы, которые на данном этапе развития украинского общества, они являются агентами социальных изменений. Они активно участвуют в, в принципе, в глобальных даже украинских социальных изменениях. То есть мы видели, собственно, вот этот маркер, то есть мы знаем, что фанаты есть везде. Мы знаем, насколько они начинают включаться в принципе в пространство, опять же, вне, как бы, околоспортивное. То есть и как мы используем, на самом деле, это глобальный человеческий потенциал, причем радикального характера. То есть умело управляя, да, то есть самоорганизация без организации сложно представить. И если вот этот, использовать эти знания по выживанию этих фанатов, да, стимулировать их и направлять их в нужное нам русло, то мы сможем использовать этот потенциал в нужных нам целях. Ну, это, конечно, тут я как бы не считаю себя властелиной мира, я сейчас пойду и, не знаю, благодаря фанатам захвачу весь мир. Нет, но использую себя на заднем дворе, по крайней мере. Ну, вот, вот что-то вроде того. На самом деле мы можем это использовать и стимулировать разные виды социальной активности. Я хотела спросить, в принципе, можно ли по этим таким критериям, не критериям, ну, в общем, эти критерии присвоят другим группам, не только фанатским, а, например, не знаю, религиозным, то есть точно так же по выживанию и всему прочему? Можно, то есть, в принципе, эти критерии, они более общие, то есть это исследование появлялось как? То есть был отмечен феномен, да, существования фанатских групп без футбольного клуба, и так начались поиски тех, той теоретической базы, которая могла бы объяснить этот феномен. Помимо, здесь, помимо того, что было представлено, есть еще теории, которые тоже можно использовать, например, теория самоорганизации, то есть как происходят эти процессы, конфликтологическую теорию, опять же, подходящую, в принципе, к нашим клубам. Но также эти критерии действительно можно использовать и для других групп, особенно вот если мы вернемся к структурному функционализму, который здесь был так чуть-чуть затронут, то он, в принципе, рассматривает более глобальные системы, то есть сама система социальная рассматривается как совокупность подсистем, которые как бы входят в нее, то есть и для поддержания стабильности этой системы, то есть, соответственно, у нас есть вот эти вот механизмы. Поэтому в целом мы можем использовать такие критерии для других групп. Но они будут, они будут просто специфично проявляться. У меня два вопроса. Первый вопрос, а являетесь ли вы фанатом или болельщиком просто? Потому что это не озвучивалось, да? А второй вопрос, более обширный, тут предыстория. В польской легии, если не ошибаюсь, было очень такое резонансное было событие, когда они в годовщину Варшавского восстания, они сделали такой большой-большой баннер с кучей болельщиков, когда там был изображен униформа немецкого офицера, который приставил пистолет к лицу ребенка. И это вызвало широкий резонанс далеко за границей, скажем, чисто футбольного такого поля. И у меня тут в связи с этим вопрос, если, потому что, ну, как бы видно, что можно использовать эти группы, этих фанатов или ультрас, или хулиганов, например, нужно закрыть какой-то стадион, сделаем провокацию, и УЕФА там не даст, допустим. Есть ли примеры использования вне, ну, как-то в более глобальном таком понимании, каких-то политических, возможно, целях в Украине, каких-то клубов, конкретные примеры, да? Ну, первый вопрос. Ну, сейчас фанатом меня называть сложно, но в целом несколько лет назад, когда я проживала в Киеве, то есть меня можно было назвать фанатом Динамо, да. Не ультрасом, но фанатом. То есть я тоже, я ходила, то есть по критериям я подходила. То есть я была на всех матчах, ну, выезд один, то где-то я там откатывала. То есть на самом деле я была достаточно активно включена в это все дело, в этот процесс. То есть я несколько лет я ходила на фан-сектор, и у меня все мои знакомые говорили, боже, куда ты идешь, зачем, зачем, все же там только, а что? Ну, то есть на самом деле атмосфера на фан-секторе чем-то напоминает атмосферу на open air, если кому-то вот нравится рок-фестиваль, и вот это вот внутренний заряд просто колоссальный. То есть на самом деле, что касается вот второго вопроса, у нас вообще сейчас очень активный процесс политизации, медиазации и коммерциализации футбола. Вот эти три пункта, на которые я обычно, вот когда я говорю про футбольных фанатов, я, ну, я настаиваю, очень активно используются. Взять тех же Динамо, ну, во-первых, начнем с провокаций, во-первых, это достаточно распространенное явление вообще по всему миру. Турецкие фанаты, например, если они чувствуют, что проигрываем, они настолько, ребята, активны, что они специально срывают матчи. Но с другой стороны, они, есть тоже пример здесь, который, ну, турецкие фанаты сделали, вот у них тоже, у них клуб все, закрыли. Не было денег просто его финансировать, не было денег платить зарплаты. Ребята взяли, сделали торговую марку свою, продали кучу одежды, кучу символики и возродили клуб, просто они его выкупили. Что касается Украины, здесь вообще очень интересный вопрос. Наверное, многие со мной поспорят, но опять же, поскольку я была на фан-секторе, начиная со стадиона Лобановского, который, если там кто знаком, он очень маленький, такой уютненький. И на самом деле фан-сектора там было, ну, маленькая кучка, вот не больше, чем нашего Подолья, на самом деле, фанатов. Дальше, буквально за несколько лет до, вот, за два года, до 14-го года, то есть вот это вот все, сектор растянулся на два. Ну, то есть два больших сектора на Олимпийском, причем Олимпийский и Лобановского, это просто, там, несколько Лобановских можно вставить. Со временем там отделился еще один сектор, то есть там появились, кроме ВБЦ, появились еще родичи, то есть это отдельная категория. Начали активно поднимать. Все, наверное, слышали вот эту, свободу Павличенко, это тоже явление, которое раскинулось, началось в Украине, раскинулось потом по всему миру. То есть фанаты и другие начали поддерживать. То есть, опять же, стоит вопрос, почему так сильно, и кому это надо было, да, чтобы фанаты, опять же, я говорю, фанаты, это большая, большой потенциал активных действий. И они действительно потом проявляли, то есть от 14-го года, вот, то есть во всех этих событиях они активно принимали участие, очень активно. Они активно принимали участие на востоке Украины. То есть есть добровольческие формирования, в основу которых лежат фанаты. Такая же ситуация была между Сербией и Хорватией. Вот когда была война там, то тоже основу, в основу составляли фанаты. И у них до сих пор на стадионах стоят монументы памяти. То есть у нас это тоже самое также используется. Очень активно, потому что умные люди, ну как бы умные, назовем это так, утрирован, которые заметили, что эту категорию можно использовать, активно используют. Виходячи из вашей лекции, можно сделать такий висновок, что не всем футбольным фанатам интересен сам футбол. И тот футбольный клуб, за который они болят, а, возможно, вот, сама участь в этой социальной группе, и ощущение того, что ты относишься к ней, вот та энергия, про которую вы говорили, яку дает этот натовп. Вот и самая вопрос. Чи известны случаи трансформации группы футбольных фанатов, какого-то клуба, после его, так скажем, смерти, от трансформации в какую-то социальную группу, организованную, но и другого спрямования? Ну, здесь такое, во-первых, ну, на самом деле фанат, он должен жить этим. То есть у него вся жизнь вот с этим связана. Они связаны с футбольным клубом чем, что они до конца, вот они начинают болеть за один клуб, и за другой клуб они не болеют уже никогда. Если ты меняешь клуб, это считается одним из наиболее больших предательств. Вот есть тоже один польский фильм, называется «Крылоты свиньи», тоже про один из таких небольших футбольных клубов, называется «Чарни». Там как раз-таки показана вот эта переориентация фанатов. То есть, получается, там один из фабрикантов выкупает себе футбольный клуб и нанимает фанатов. И вот когда идет вот эта переориентация, то они их, вот тех ребят, которые перешли, так сказать, на другие формы деятельности, они их ловят, они их позорят, они, ну, короче, резко их не воспринимают. Что касается, как тут идет переориентация? Хорошие примеры есть для маленьких футбольных клубов Англии. Поскольку они тоже, они как бы вот, особенно в основном, там, где есть хулиганские формирования, там, если клуб пропадает, вот у них, в принципе, форма деятельности не особо меняется. То есть, они чем там занимались в своей жизни повседневной, тем занимаются. Но они продолжают все время встречаться. То есть, вот у них есть, у них пабоцентричная футбольная, культура футбольного боления, они продолжают там, вот, как бы, жить там. Некоторые фанаты, опять же, если пропадают клубы, они пытаются их возвратить. То есть, на, просто, фанаты Нивы очень хорошо показали. Виходит, что они попадают трошки в такую топиковую ситуацию. Бо, если они изменят клуб, за который они будут надалее болевать, это выйдет как предательство, а их клуба нет. И они мусять его отроджевать? Ну, в целом, да. Но они, как бы, опять же, здесь сохраняется вот это идеологическое существование группы. То есть, они идеологически себя все равно относят к этому клубу. Попытки возродить, они больше свойственны, наверное, молодежи. Поскольку мы даже посмотрим на тех, на ребят Винниц, опять же, даже те механизмы, которые были взяты для того, чтобы как-то возродить, опять же, это соцсети. То есть, это то распространение информации, которая наиболее, как бы, похоже на действия молодежи, да. То есть, какие-то акции, какие-то вот, какая-то визуализация. То есть, да, им хочется возродить, потому что они хотят дальше болеть за свои. Но если они не могут болеть за них, то есть, они, как бы, внутри остаются все равно болельщиками. Они true, они верят, что все равно, там, Динамо чемпион и так далее. Тут даже такая тупиковая ситуация, например, складывается. Вот это вот касается больших футбольных клубов больше. Маленькие, то они, допустим, если не проигрывают, ну, проигрывают. Ну, что тут сделать? А вот Динамо начали проигрывать. Все, это футбольный клуб не заслуживает болельщиков. Они чуть ли не ходили в раздевалку и говорили, вы что, вообще, зарплата у нас больше, чем половина всего фанатского сектора. Давайте работайте. То есть, на самом деле, тут тупиковые ситуации возникают гораздо раньше, на самом деле, вот эти кризисные. Но вот фанат, он тем и отличается от болельщика, что он все-таки продолжает верить. То есть, у них даже, у них татуировки, то есть, вот это то, что навсегда остается, вроде как, с человеком.